Полторы тысячи работников, 30 грузовиков готовой продукции ежедневно и увеличение объемов на треть только за один год. Завод «Труд» встречает юбилеи впечатляющими показателями, рассказывает Александр Попов. Старейший в Новосибирске завод в этом году отмечает свой 115-летний юбилей. По экологическим соображениям, все производство марш завода «Труд» из густонаселенной части города было перенесено на окраину, что не помешало предприятию «Ассисте» развиваться на новом месте. Снегоплавильная машина – собственная разработка специалистов завода. Более неприхотлива, в отличие от действующих в городе, канадских аналогов и способна отделять песок и мусор. Пока для внедрения местной технологии городская власть не может найти инвесторов. Второе ноу-хау маш завода – гравитационное обогатительное оборудование для золотодобытчиков. Пока до североамериканских конкурентов не дотягивает автоматика. Однако это отставание заводчане обещают наверстать, надеясь также на программу импортозамещения. Но это перспективы. Прорывными для завода стала продукция литейного цеха и металлообработка. Происходит некий взрывной рост объема по этой площадке. Если я два года назад говорил, что на этой площадке суммарно, пооценочно, было произведено продукцией где-то полтора миллиарда рублей, то я сейчас могу точно сказать, что суммарно на этой площадке производится товарная продукция больше четырех миллиардов. Через проходную ходит более полутора тысяч человек. Каждый день через проходную завода выходит 25-30 фур только готовой продукции. Только за прошлый год труд увеличил производство на 37%. Бывшая площадка Септик-Стельмаша переживает второе рождение. Я сейчас посмотрел фотографии. То, что здесь было и то, что сейчас есть. Я не скажу, что, конечно, все идеально. Но то, что сегодня здесь, на этой территории, работает 70 резидентов. Разноплановых, разношосных. Вот. Это факт. По самым оптимистичным прогнозам, объем продукции самого завода и его резидентов в этом году должен вырасти на 70%. Ни в коей мере, на мой взгляд, вот такие территории не должны опустовать и не должны добиться на какие-то участки и с молотка продажаться. Они должны идти под развитие. Тем более, что программ развития очень много. Не все они пока удачны. Однако модель промпарка завода труд станет показательным примером для других индустриальных площадок. Александр Попов, Евгений Агеев. Новости ОТС.